Дорога к Храму 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 поступил с одной девицей, и она забеременела. То есть девица обвинила его, что это он виновник того, что она носит в очреве. И вот его заставили даже платить ей деньги. То есть он зарабатывал тем, что плёл корзины, и вот это несчастье, вот эту клевету святой вытерпел. То есть доверился воле Божией и выплачивал эти деньги, и работал, и нёс такое бремя на себе. Ну а когда пришло время девицы рожать, она не могла разрешиться от своего плода. То есть она очень сильно мучилась. Ну и ей, может быть, как-то её совесть уже подсказала, что эти муки не прекратятся, пока она не скажет правду. И вот когда она созналась, жители этого селения, они были настолько поражены, удивлены, что этот человек не стал оспаривать, что его оклеветали. Он когда узнал, что хотят его, наоборот, возвысить, извиниться перед ним, из тех мест ушёл. Конечно же, человек такой великой души, такой любви к человечеству, не может не снискать и нашей любви, когда читаешь сегодняшние истории о египетских подвижниках. Ну и чтобы в нашей короткой программке успеть пару слов сказать о Святой Блаженной Ксении Петербургской, перейду к ней. Так как эта святая жила во времена более близкие к нам, конечно же, и мы, читая её житие, те сведения, которые доходят до нас, это всё нам ближе к сердцу. Особенно мы знаем, ей молятся и прибегают в своих молитвах, чтобы она помогала в семейной жизни, в устроении семейного быта, особенно нахождении своей второй половинки. Ведь сегодня мы люди, многие молодые люди, они как-то ознакомятся вслепую, иногда обращают внимание на какие-то внешние качества души. Хотя люди постарше всегда говорят, лучше подружить какое-то время. И вот в жизни Святой Ксении Петербургской был такой момент, когда одна девица выходила замуж, и, как казалось, человек был достойный. Вроде бы из сословия положенного, человек военный, а на самом деле только лишь в день свадьбы оказалось, что это был беглый каторжник, который воспользовался таким в жизни удовольствием, подобным случаем или убил, или он был участником какого-то непристойного дела, он присвоил документы себе этого убитого офицера, и, получается, был в Петербурге, в этом обществе, выдавал себя за этого человека. И вот эта женитьба, она, по сути, расстроилась в последний день. Скорее всего, потому что и родственники, и сама эта девица, она молилась и Богу, и как-то ощущали, что помощь Ксении Петербургской, она их оберегает. И вот только в последний день узнали, кто на самом деле, и этот брак был расторгнут. Но зато девица, она впоследствии, наверное, пошла другим путем и не ввязалась в такой вот непонятный брак, и чем бы он закончился в будущем, неизвестно. Когда я уже упомянул, что у преподобного Макария и у Ксении Петербургской есть нечто общее, то мы знаем, Ксения Петербургская, она тоже овдовела очень рано. вышла еще, по сути, ну, по тем временам молодой девушкой, и где-то около 25 лет, когда ей было, она потеряла своего мужа, горячо любимого человека. И вот эта смерть любимого человека настолько изменила ее жизнь, что первое время, мы знаем, родственники думали, что она тронулась умом, сошла с ума. Настолько было непонятно, что с ней происходит. Но мы знаем, что на какое-то время пропадает вот эта Ксения Петербургская, а потом появляется женщина, которая именует себя именем своего мужа, а мужа звали Андрей. Ну, а потом жизнь ее, странную вот эта жизнь, которую мы называем юродством, способствовала тому, что через свое безумие, она безумие многих людей мира сего обличала. То есть люди благодаря ей видели себя со стороны, что то, что нам иногда кажется мудрым, на самом деле не имеет в жизни никакой ценности. Вот это, наверное, главная заслуга Ксении Петербургской. Она многих петербургцев, людей, которые посещали этот город, она направила к Богу. Ну, а в завершении нашей программки хочется еще поделиться такой информацией. 1 февраля, то есть сегодняшний день, по сути, это день интернизации Святейшего Патриарха Кирилла. И мы сердечно поздравляем нашего первого иерарха, нашего первостоятеля, нашего Патриарха, нашего Патриарха, Отца народа. И в качестве такого подарка нашим телезрителям хочется привести несколько его высказываний. Многие любят слушать Патриарха, и, наверное, слава Богу, что сейчас нашему народу дан именно такой наставник, который, мы надеемся, будет и впредь правильно направлять наш корабль в правильном направлении для спасения всего народа. Вот несколько высказываний очень интересных. «Главным украшением храмов являются не стены, даже гениально расписанные, и не иконостасы, блистающие своей красотой. Главным украшением храмов является народ, молящаяся община». Какая замечательная мысль. Иногда мне самому казалось, что мы вот эту вот красоту храма ставим выше людской красоты. А на самом деле, самое главное сокровище, которое мы имеем, это человек. Храмы, конечно же, должны быть красивыми. Они отражают нашу веру Бога, наше упование на Него. Как мы относимся? Храмы нужны нам для того, чтобы мы там собирались, молились вместе, вспоминали самое главное событие в истории человечества. Это искупление наше, это наше спасение. Мы в храме собираемся на общую молитву, чтобы вспомнить страдания Христа и причаститься. Но важная мысль должна быть всегда в нашей голове. Самая главная ценность — это наши люди. Если народ будет сильным, крепким, духовным, даже если эти храмы разрушатся, мы всегда построим новые. Ещё одна цитата нашего патриарха — «Человек, который перестаёт ставить перед собой вопросы, перестаёт развиваться, если нет вопросов, то это застой болота, а в болоте всегда развиваются инфекции». Тоже мысль очень яркая, поскольку мы видим, там, где преобладает инертность, где нет новых идей, если церковь не хочет в своей сущности развиваться, сохраняя консервативные, хорошие вещи, по сути дела, Евангелие. Но мы каждое столетие видим, Евангелие, оно должно объясняться на современном языке, чтобы это было понятно. Вот здесь добро, а здесь зло. Ведь даже по жизни святых людей мы видим, святые, они менялись. Хотя, казалось бы, становились те же, Евангелие не меняется, но наша жизнь в чём-то ведь меняется. Поэтому там, где застой, там действительно появляются инфекции. Любой врач это может подтвердить. Ну, всего вам доброго, дорогие телезрители, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова